Привет, друзья! Добро пожаловать в удивительный мир робототехники для детей всех возрастов. Ведь начался новый учебный год, и я рад познакомить вас с новыми международными STEM-соревнованиями, которые являются самыми крупными в России. Называются они Лига. И предлагаю вам сегодня подумать, а может быть, подать заявки на участие в две номинации для дошкольников. Это Лига открытий и Лига исследований. Давайте разберемся и попробуем определиться, какая конкретно подходит именно вам. С вами Александр, канал «Есть вопрос». Вы помните, что этот канал про образование, про самые новые инновационные продукты и про пользу, которую мы стараемся нести каждому педагогу или родителю, который, собственно, хочет развивать своих детей. О чем сегодня говорим? Конечно же, о соревнованиях. Ведь начался новый учебный год. Итак, для того, чтобы участвовать в самых крупных соревнованиях России и развивать STEM-компетенции у дошкольников, вам необходимо сделать четыре действия. Первое – это приобрести набор. А набор в коробке номер один для Лиги открытий выглядит следующим образом. Тра-та-та-та-та-та, подробь курантов. Или что там, дробит, я не знаю. И второй набор, собственно, у нас выглядит вот таким же образом. И на первый взгляд, казалось бы, вы их не отличите, но это Лига открытий, а это Лига исследований. И, собственно, спросите, откуда я знаю, ведь коробки запакованы. А на самом деле их легко определить по весу. Один набор полегче, а второй потяжелее. Итак, давайте распаковывать, а в процессе я вам все поясню, расскажу и даже дам попробовать, если прийти в офис. Начнем, собственно, с одного набора. Сейчас быстренько и определимся. Те, что постарше – Лига исследований. Те, что помладше – Лига открытий. Как определить, что постарше, что помладше? Конечно же, по размеру кубиков. Вот мы сейчас рандомно открыли коробку. Смотрим, что у нас представлено. Вот такая книжица «Инженерная тетрадь». Я, когда первый раз увидел, стою с Галиной Павловной. Это, кстати, наш менеджер. Если вы звоните в лабораторию игровых технологий, вы всегда общаетесь с ней, поэтому внизу напишите «Привет, Галина Павловна». Разговаривали. Я говорю, что эта тетрадь очень похожа на инженерную книгу, та, что встречается в других известных соревнованиях. И, собственно, потом, когда я изучал уже сайт, я увидел, что периодически «Инженерная тетрадь» называется «Инженерная книга». Так что вы, в принципе, знаете, что это такое. Все на русском языке, понятные картинки. Здесь мы заполняем весь путь, который проходят команды, двигаясь к цели, проведя сперва исследование, а потом решив некие задачи. Далее у нас есть вот такая картонка. Раскрываем и видим, что это некое робототехническое поле для состязаний. Окей, значит, на нем мы будем что-то строить. Вопрос, будем строить что? И сейчас я понимаю, что это лига исследований, потому что размерность у нас LEGO System классическая. В данном случае у нас LEGO Technic. Раз мелкие кубики, значит, группа старшая. Что мы видим здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пакетиков, седьмой с таким квадратом, собственно, нас ожидают в этой коробке. И это уже минимальный набор, который нам необходим для того, чтобы мы могли принять участие где? Конечно же, в состязаниях. Вопрос в другом. Вопрос, что нам нужно еще, чтобы наш проект достиг желаемого результата, то есть победил. А дальше мы можем с вами, кстати, использовать следующие наборы. Например, такие как LEGO V2.0, LEGO V2.1, наборы от Авроры. А зачем я вам буду говорить? Ведь если вы зайдете в описание к этому видео в нашем телеграм-канале, ссылочку оставим вот здесь, вы это все увидите. И там даже будет единый регламент, который скачаете и все прочитаете, чтобы у вас не возникало больше никаких вопросов. Ведь почему? Потому что канал есть вопрос, отвечает на вопросы педагогов. Погнали дальше. Посмотрим, что содержится во второй коробочке и чем она отличается от первой. Сейчас я вас научу отличать слона от кошки. Опля! Вторая коробка выглядит следующим образом. Открываем ее. И тут как будто бы побогаче. Давайте смотреть. Инженерные тетради. Один, два, три, четыре. И, кстати, друзья, я не проговорил, что наши соревнования, они обычно тематические. В этом году тематика соревнований «Сокровища недр». То есть мы с вами будем изучать, какие, собственно, сокровища в виде энергии у нас спрятаны в недрах. То есть это очень связано с тем, что мы изучаем свою родину, чем мы богаты. Собственно, больше узнаем о энергии, способах ее получения и делимся этим с ребятами. Ребята через практическую деятельность, собственно, эту информацию усваивают. И именно ради этой цели и проводятся эти соревнования. Не ради того, чтобы победить и завоевать какие-то места. Ради того, чтобы мотивировать маленьких исследователей получать полезную информацию и ее усваивать на практике. Вот так я вас, надеюсь, вдохновил. Смотрим, что у нас есть. Первый пакет – LEGO DUPLO. Раз DUPLO, значит, младший возраст. Младший возраст – это что? Лига открытий. Запомнили? На ус намотали? Запомнили. Дальше что? Здесь у нас есть вот такие инструкции. Собственно, первый пакет для сборки одного транспортного средства. Второй и третий пакет для сборки другого транспортного средства. Пакет, который мне напоминает наборы 6 кубиков. Кстати, если вы хотите посмотреть, как 6 кубиков могут быть использованы в практической деятельности, обязательно вам необходимо посмотреть вот эти ролики на нашем канале. А кроме того, вы можете опять же зайти в описание к этому видео. И там мы тоже оставим инструкции, которые рекомендует сам оператор соревнований для того, чтобы вы занимались с детьми. Видите, сколько бонусов. Вроде бы мы пока только еще знакомимся на распаковке с набором, а уже сколько вам всего предоставили. И опять же поле для состязаний, которое выглядит по мне так точно так же. Вот, собственно, это минимальный набор, который необходим для участия в состязании. И здесь я вам хочу рассказать про алгоритм участия. Самое первое, что нам необходимо с вами сделать, этот алгоритм состоит из четырех шагов, это приобрести минимальный пакет. Это в лучшем случае. Вот как только мы поняли, что у нас есть финансы, мы приобрели минимальный пакет участника, мы понимаем, что мы наконец-то можем с вами участвовать. Дальше мы погружаемся с вами, собственно, в изучение методических материалов, которые нам предоставили, и понимаем, какие конструкторы дополнительно нам необходимо привлечь. Итак, друзья, сейчас я расскажу вам, что еще понадобится для того, чтобы ваш творческий проект выглядел очень хорошо, и дети работали с современными образовательными пособиями. Для команды, точнее для номинации Лигы Открытия вам понадобится набор STEM Park. Он уже достаточно давно продается. У большинства людей и организаций учебных, кто занимается работой с LEGO Education, этот набор приобретен, потому что он достаточно хорошо стрельнул. То есть это парк аттракционов от LEGO Education. Дальше у нас всеми любимый набор первой механизмы, который снят с производства, он до сих пор доступен для продажи, стоит недорого. И у большинства тех, кто действительно занимается робототехникой, он есть. Если нет, то обращайтесь, поможем вам с этим. И дальше Aurora Robotics, первые механизмы 2.0. Вот, собственно, вам три набора, хотите их все совмещать, хотите несколько одинаковых наборов использовать для своего проекта, это уже ваше решение. Главное, что ничего другого мы не берем. Что касается Лиги Исследований. Здесь немножко больше. Во-первых, у нас появляется всеми любимый, да, но и желанный набор. Это LEGO Education Essential. Это, помните, когда у нас сперва вышел Spike Prime, а это Spike Essential. Классный набор, который заменил, собственно, LEGO виду 2.0. Но при этом мы понимаем с вами, если мы тогда купить не успели, а сейчас он стоит дорого, вы можете свои проекты строить на LEGO виду первом, LEGO виду втором. И также на наборе Aurora Robotics Olymp. И, собственно, ваши проекты будут удовлетворять всем требованиям, которые вам предъявляет организатор, а вы, в свою очередь, создадите качественный проект, из которого дети излюбкут много полезной информации. Это классно? Классно. Мы вам помогли? Надеюсь, что да. Если нет, вы обязательно пишите в комментариях, я поищу побольше информации, спрошу, у кого надо, и все вам обязательно отвечу. Также не забывайте, что наш партнер, собственно, это детский сад Лигополис, который отвечает за проведение двух этапов соревнований Лиги в городе Пермь и Пермском крае. Соответственно, их площадку всегда можно пользоваться, задавать им вопросы. Короче, мы вас беде не бросим. Подписаться, главное, не забудьте. А далее, собственно, что? Третьим шагом нашего алгоритма с вами будет служить самое интересное. Это создание проекта. Не забывайте, что в процессе создания проекта мы заполняем с вами те самые тетради, одну или несколько, в зависимости от того, в каком состязании вы планируете принять участие. И опять же, обращаю ваше внимание, я много раз говорю слово «состязание», но на самом деле мы с вами несем детям пользу. Мы не для того, чтобы порвать друг друга собираемся, а для того, чтобы в процессе подготовки к соревнованиям получить море удовольствия и гору пользы. Собственно, заполняем вот эти тетради. Выглядят они таким образом. Получится разрешение мне получить для того, чтобы вам продемонстрировать их почетче. Я обязательно это сделаю. Не получится, значит, вот вы увидели, надо ее заполнять. И обязательно делать практическую часть. Это теоретическая, а практическая – это когда мы с вами строим, 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 и в процессе конструирования решаем ту задачу, которую сами предстоит поставили. Например, какая проблема по ископаемым является проблемой Пермского края. Вы знаете, что в Пермском крае, может, вы и не знаете, что у нас здесь очень развита нефтяная промышленность, и также полезные ископаемые. У нас есть город Соликамск, у нас есть город Березники, откуда ребята ездят в Соликамск, что-то там добывают. У нас есть много организаций, которые занимаются, собственно, удобрениями. Про все про это через проблемное интервью вы можете создавать свой творческий проект. Дальше, что нам необходимо после того, как наш творческий проект был построен? Конечно же, мы не будем его держать в своем учебном заведении. Мы захотим, чтобы его увидели много-много зрителей. Что сделать нужно? Подготовить качественно крутую презентацию под тем требованиям, которые написаны в регламенте. Вопрос к вам. Где взять регламент? Конечно же, в нашем телеграм-канале, потому что мы его там уже опубликовали свеженький. Он вас ждет, быстрее бежим. И заглядываем. И не забываем благодарить. В лаборатории игровых технологий канал «Есть вопрос». Напоминаю, что материалы для тренера вам поставляются в электронном виде. Не думайте, раз коробки их нет, значит, их не существует. Нет, просто периодически в эти материалы могут носиться какие-то изменения. Для того, чтобы вы готовили своих детей всегда в соответствии с требованиями, потом не удивлялись, материалы обновляются, поэтому не забывайте читать необходимые ресурсы, быть подписаны на все нужные каналы, списочек мы предоставим, и, собственно, у вас все получится. Ведь всего 4 шага отделяют вас от желанной победы. Итак, подведу небольшой итог нашего сегодняшнего видео. В 2023 году оператором в Пермском крае по проведению соревнований в части Лиги открытий и Лиги исследований выступает детский сад «Легополис», который попросил нас, в лаборатории игровых технологий, канал «Есть вопрос», собственно, помочь обеспечить материальную базу. То есть сделать так, чтобы участники из Пермского края города Перми не испытывали проблем с тем, что нужно долго ждать, когда придут наборы, придут они, не придут. В общем, все наборы будут находиться в нашем офисе, потому что будет объявлен предзаказ. Разницы в цене клиент не увидит. Поскольку вы понимаете, что мы коммерческая структура, и работать как бы за ноль нам не интересно, напишите просто комментарий под этим видео, и этим вы нас уже отблагодарите. Если у вас возникают какие-то вопросы, что-то вы не нашли, напишите это как можно раньше, чтобы мы могли вам помочь. Не надо тянуть до последнего. Регистрация заканчивается 1-го числа 12-го месяца 23-го года. В декабре у вас будет куча своих проблем. Там будет куча мероприятий. Вы будете готовиться к новогодним праздникам. Вам будет не до этого. Давайте сделаем сейчас, пройдем все шаги от приобретения наборов до написания заявки на участие. И уже сейчас обеспечим себе место в турнирной таблице. А дальше будем продвигаться в этой таблице, конечно же, только вверх. Если вы будете подписаны на наш канал. Итак, меня зовут Александр. Канал «Есть вопрос». Сегодня я хотел вас познакомить и дать полезную информацию. Если у меня это получилось, обязательно напишите комментарий, поставьте лайк. Если не получилось, поставьте дизлайк. И тоже напишите комментарий, какой я бестолковый. И вместе с вами мы откроем двери в мир прекрасной робототехники. Ну что, пока!